Здравствуйте, дорогие соотечественники! 18 августа 2023 года, время по Астане 12.50. Поступили новости дополнительно с шахтой Казахстан, Каганинской области. Два человека погибли, трое находятся еще в шахте. Все, неизвестная судьба, говорят, что, скорее всего, погибли, потому что кислород недостаточный. Во-первых, хочу выразить соболезнования родным близким погибших шахтеров. Здесь я сейчас эту тему поднимаю опять. Вчера я эту тему освещал. Просто канал политические друзья, вот эти все политические процессы, которые происходят в стране. Мы стараемся освещать вовремя, давать правильную оценку всем событиям. Я постоянно говорю, вот с января прошлого года, значит, первых числов января 2022 года, что в стране установлен русский оккупационный режим. В прошлом году наша страна подверглась военной агрессии, узурпации власти так называемым русским миром. Тукаев, гауляйте русского оккупационного режима. Тукаев, это своего рода Бабрак-Кармаль, как в 1979 году Россия захватила власть в Афганистане, поставила свою марионетку Бабрак-Кармале. И вот мы сейчас из-за этого терпим большие убытки. наше государство разграбляется все, что осталось. Полезные ископаемые, рудные ископаемые, нефтяные участки, газоносные участки, урановые рудники. Это одно. Ну и второе, идет перераспределение собственности, отъем собственности у старых собственников, и передачи их бизнесменам, так называемым, но они никакие не бизнесмены, агентам русского мира, агентам ФСБ, агентам Кремля. В прошлом году я поднимал тему, что удачно Тукаев, используя правоохранительную систему нашей страны, используя все рычаги, в первую очередь, конечно, рычаги, это силы и возможности ФСБ, ресурсы Путина, он переоформляет всю собственность нашей страны агентом Путина, ну и там возникла проблема, в частности, с кармид-комбинатом. Эту тему я в прошлом году поднимал. Тукаев прямо на заседании Кабинета Министров делал заявление, давал поручение членам Кабинета Министров, премьер-министру, разобраться с Миттеллом. Ну, его цель была побудить Миттела добровольно отказаться от кармид-комбината, передать его русским инвесторам, так называемым, да. Миттелл, конечно, отбрыкивается. Здесь, что мы видим, вот сейчас, вот вчера пожар случился, возможно, рукотворный. Я в прошлом году еще говорил, сейчас они будут устраивать провокацию, любую какую-то там несчастную случай, ЧП, происшествие какое-то, будут раздувать, и создавать общественное мнение негативное, давление оказывать на этого Миттелла. Я никоим образом не защитник Миттелла, никакого отношения к Миттеллу не имею, просто я вот хочу обратить ваше внимание на тренды. Тренд такой, странной руководит диверсант русского оккупационного режима, агент ФСБ КГБ, который все, что лежит, еще не распределено. Передает за бесценок русским, русскому миру, а все, что отнять можно, он отнять. Отнял, если это казахи, это казахстанцы, а Лакшми Миттелл это иностранец, и вот здесь он государственную машину, правительство, все институты власти, спускает, как собак, травит его, чтобы побудить Миттелла, передать имущество. Смотрите, я в прошлом году материал оставил, вот так называемый пул Тухаева. Пул имеет два значения, пул это пул журналистов, ну это команда, ну и пул это просто команда. В прошлом году я продажных вот этих политиков, фейковых политических деятелей, общественных деятелей, всех их показывал, что это пул Тухаева, в том числе Арман Шураев, Ухтар Тайжан, Думан Мухаммед Карен, Инар Игубаева, ну вот Гульнара Башкенова, в прошлом году я обозначивал, Булат Абилов, Галамжан Жакьянов, ну и в этом году подключился Михаил Казачков, есть такой телеграм-канал, раскрутился Михаил Казачков, в прошлом году его, против него возбудили уголовное дело, посадили в СИЗО в декабре месяце, через полгода выпустили, приговор там три с половиной года условно, но его основной инструмент, которым он пользовался, там разоблачал коррупцию и т.д., это был телеграм-канал Михаил Казачков. Этот канал оставляют, допустим, в других журналистах все осуждают, запрещают им-то на пять лет заниматься в такой действии, здесь наоборот, все инсайды ему сливают. Инсайды какие? Это какая-то новость, секретная информация с спецслужб, с полицией, с КНБ, с администрацией президента, и вот эти инсайды сливают, я четко вижу, двум типа журналистам, это Гульнара Башкенова, Михаил Казачков. И вот Михаил Казачков, его там в СИЗО завербовали, это сейчас очередной рупор Аккорды, член команды Тухаева. Вот это так называемое, вот это, в 1990-е годы был мэр Москвы Лужков, он противостоял там Ельцину, у него свой был телекиллер, так называемый, Сергей Доренко. И Сергей Доренко мочил оппонентов Юрия Лужкова, он на каналах популярных работал, да, и вот сейчас я вижу, команду дали, вот этим телекиллером, просто журналистам-киллером, вот, в частности, я вижу четко сейчас, Казачков вчера отстрелялся, сегодня он стреляет, вчера Башкенова стреляет, и вот, я сейчас хочу просто показать лицо этих журналистов, агентов, не просто Тухаева, это получается, Тухаев, агент ФСБ, соответственно, все члены команды Тухаева, выше озвученные мною, Халамжан Джахьянов, Булата Билов, Мухтар Тайжан, Арман Шураев, Думан Мухаммед Карим, и т.д., все они, Ермурад Бапи, вот, зашли в парламент, который, прямо он, Ермурад Бапи, называет Тухаева героем, батыром сегодняшнего дня, да, вот это вот, члены команды Тухаева, члены полу Тухаева, соответственно, это агенты ФСБ, потому что, через Тухаева, через этого, марионетку, Кремль осуществляет свою политику, ну, давайте сейчас пройдемся по страницам, чтобы не быть голословным, так, это вот, вчерашняя, со страницы Михаила Коточкова, поиск пяти рабочих продолжается, работа с осуществлением дымом, так, сколько наших шахтеров еще убьет Лакшми Миттл, прежде чем его выгонят из Казахстана? Смотрите, журналисты, обычно, дают информацию, любую новостную, нейтральном фоне, ну, вот такие вот, не будут писать, сколько их еще убьет, вот, это сразу обозначивает тенденциозность, заинтересованность, и он пытается манипулировать общественным мнением, и это создает негативный образ Лакшми Миттл, ну, в духе советских, вот этих журналистов, пропагандистов, там, капиталисты, вот они, убийцы наши, и вот, мы видим, это Михаил Козачков, никакой журналист, это киллер-журналист, ну, команде, я сказал, Тухаева, вот, у него там, у Башкенова, они распиаренные, да, вот их аналоги Сергея Дарынга, так, тела двух погибших обнаружили, горевшие в шахте Карганинской области, это сегодняшние новости, да, поиски еще трех шахтеров продолжаются, в связи с пожаром на шахте Казахстанской глава государства поручил правительству Акимату провести всесторонне расследованный причин аварии оказать все необходимую помощь пострадавшим, ну, вот он постоянно цитирует Тухаева на своей странице, рекламирует его, пропагандирует его, это показывает, что он ангажированный, этот Михаил Козачков, так далее, заметили, что трагедия Карганинской области не вызвала особого резонанса в стране, случится что-то яркое в другом регионе, новости идут одна за другой, фото и видео шлют с места событий, так, а тут страшный пожар на шахте Лакшми Миттала и ничего особого, привыкли, и это самое страшное, люди гибнут на предприятиях Аксиллора каждый год пачками, буквально пачками, смотрите, какую терминологию используют, да, вот это, циничный молодой человек, это люди гибнут пачками, так, и вот если посмотреть со стороны, это же огромное хозяйство, металлургический комбинат, угодные шахты, вот как его следить, так, да, просто все, хозяин должен быть заинтересован, чтобы на его участке был порядок, на комбинатах, шахтах, на рудниках, ноябре прошлого года на шахте имени Ленина погибли пять человек, тогда президент Тухаев обратил внимание, что в 2006 году более ста карагандинских сотрудников МИТОЛа не вернулись домой с работой, ну и вот в таком роде, смотрите, здесь Казачков что-то не упоминает, что в прошлом году Тухаев дает приказ стрелять на поражение, без предупреждения, да, правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения, какие? Да, представитель парламента вот также ясно Тухаев не один принял решение стрелять, да, мы совет безопасности приняли решение там члены, Казачков озабачивается, что это, люди за новостями не следят, знаете, не поднимают шума, ну, там несчастный случай, а возможно, как я говорю, теракт подстроили ФСБочники это, чтобы, как вы говорите, Казачков, как говорит, пачками, чтобы люди умирали, пачками, и вот этот бессовестный журналист, вот он, никаких у него вопросов нет, когда приказ дает глава государства, приказ этот ему дают основания дать Совет Безопасности, представители парламента и другие, ноль, ни один человек не привлечен к уголовной ответственности, все дела закрыты, здесь это ноль, это у Башкеновой, у этого Казачкова, а тут они возмущаются, как же так прошлогодние истории вспоминает, вот президент Тухаев обратил внимание, что с 2006 года более 100 карантинских сотрудников Миттула не вернулись домой с работой, из-за чего? Несчастный случай, здесь смотрите, даже вот вчера взрыв, не следствие, ничего же, а выводы делают, выводы сразу делают, смотрите, а в прошлом году расстреляли из пулеметов снайперских винтовых детей четырехлетних, что сказали? Надо ждать, надо следствие делать, нельзя будет делать выводы скороспелые, ну вот, следствие провели, суд провели, виноватых нет, убитых нет, никого нет, и самое главное, вот этим крысам, Башкеновым, Казачковым, дела до этого нет, а они здесь возбуждаются, возмущаются, вот произошел несчастный случай, и они здесь оттаптываются, вот все свои журналистские эти таланты на это пускают, следствие же еще не началось, даже, вы куда пройдете, дебилы, дебил Башкенова, дебил Казачков, вопросы есть, позвоните, давайте мы на эту тему подискутируем, так, что там, Казачков дальше, горцует, как, и проблема здесь в том, что нельзя просто выгнать иностранного инвестора, с ним составлен такой договор, что последующие 20 лет, 20, будут полоскать по всем международным арбитражам, но в данном конкретном случае, разве многочисленная трагедия не является доказательством несоблюдения инвесторов соглашения, а Хурда буквально 10 минут назад выпустил заявление, где прямо сказано, зарубежная компания нарушает взятые на себя обязательства, пора гнать самого богатого индуса из Казахстана, Казачков, все, что происходит в Караганде у Лакшми Миттала, плоды его жадности, выгребают деньги, а люди для иностранных инвесторов расходный материал, бабы еще наружают, умничает, Казачков, прошлогодние январские события, самые главные события для нашей страны, жадность, где здесь жадность, а экспансия русского мира, вот все, что сейчас загребает, Казачков, ты не знаешь, да, или твой друг Борейко, или Галамжан Жахьянов, или Абилов, или Башкенова, а вы не знаете, что шахту, этот, кормит комбинат, Тухаев, хочет отжать и передать Иванушкам из соседней страны, агентам ФСБ, вы не в курсе, да, или вам плевать, деньги не пахнут, так, Гульнар Башкенова, Гульнаричка, что говорит, вчера, 18 часов назад, Аксиллор Митон, на выход, на шахте Казахстанской обнаружены тела двоих рабочих, производительные выводы задохнулись, личности устанавливаются, поиски остальных трех шахтеров продолжаются, по нашей информации на совместное совещание правительства МЧС пришли к выводу, что вероятнее всего они тоже не выжили, так, к сожалению, шансы на выживание, они прямо хотят, чтобы они не выжили, прямо я вижу, что, там, подача этого Казачкова и Башкенова и этой комиссии, чтобы не выжили, чтобы умерли, и чтобы на этом сейчас оттоптаться и сделать наезд грамотный на МИД ТАЛА, психологическое, только давление. К сожалению, шанс на выживание минимальный, так как запас имеющего у них кислорода рассчитан до 5 часов. Так, эвакуировано 222 человека, всего 227 было. Валерий Башкенов один час назад. В апреле ОРДА сообщала инсайдерскую информацию о письме генпрокуратуры РК Лексимбург. Прокуроры просили содействия в допросе Лакшми Миттала и других руководителей Аксилора. Факт обращения скрывают, потому что ситуация довольно унизительная. Огромная компания, на которой работает и умирает казахстанцы, абсолютно не подконтрольно казахстанским законам. Генпрокуратура не могла добиться ответа, почему на предприятиях так и не идет обещанная после прошлогодней аварии модернизация. Компания не отвечала на запросы, местные менеджеры так что-то бубнили, но кто они? Пешки, от которых ничего не зависит. И тогда написали в Люксембург, где Лакшми Миттал и его империя резиденты, где они открохали умопомличительный, дорогой офис, попавший во все архитектурные каталоги, журналы. А что ж, Башкинова, ты, дорогая, и твои прокуроры, не интересуетесь, кто расстрелял мирных граждан в нашей стране? Почему вы не интересуетесь? А? Почему не выясняете вот это? А что же вы озаботились так техникой безопасности на этом шахтах индуса? Офисами прямо. Шахты Лакшми Миттал в Казахстане не шедевр. Если назвать вещи и процессы своими именами, то сегодняшняя казахстанская власть и компания Аксула Миттал находятся в состоянии холодной войны. Преимущество на стороне индийского миллиардера. Мяч в его руках. Контракты 90-х с ним засекречены. Волевым решением их просто так не расторгнешь. А что за власть? Если вот президент, то хай сидит, парламент есть. Контракт засекречен. Вы кто, дебилы? От кого? Вы от народа там секретили. Вы кто вообще? Вы идиоты, да, дебилы натуральные? Контракты засекречены. Или методическую невнимательную читала Башкенова. Так, далее. Контракты 90-х с ним засекречены. Волевым решением их просто так не расторгнешь. Без того, чтобы не получить иск где-нибудь в Стокгольме и не проиграть. Вот это дело встать и беспокоит этих швольдеров шариковых. Далее, если расторгнешь то, что национализация, на какие бабки, кому будешь продавать продукцию, что станешь платить шахтером, искать другого инвестора. Не надо искать. Есть инвесторы в России сидят. Они что стоят в очереди? Проклятые вопросы и ответы, на которые прекрасно знает циничный индус. Циничный индус. Ему весь этот шухер, что комаринов курс для индийского слона и даже регулярная, как по сантиненскому плану, смерть его людей, а это его люди, не трогают. Чем еще пугать? Гаага и кармой? Я в апреле в обзоре событий, описав все вышесказанное, заключил. Следующая авария и гибель шахтеров лишь вопрос времени. Правильно? Сейчас эти будут, они будут постоянно взрывать, постоянно теракты делать. Вот лицо журналистов так называемых, киллеров, работает по команде. 22 августа Тухаев, Марионетка Кремля проводят фейковые слушания в поселке Улькен, Алматинской области возле озера Балхаш хотят строить атомную станцию. Нет никаких ни кадров, ни возможностей технических содержать эту атомную станцию. нет людей. Склад не могут содержать, взрывается. Железная дорога сыпется, вагоны сыпятся, дороги разваливаются через год, бордюры каждый год менять приходится. И при таких обстоятельствах эти мрази хотят строить атомную станцию. Ни грамотные Башкенова ни Козачков, ни Абилов, ни Жахьянов, ни Тайжан, ни Шураев, ни Генара Игубаева, ни прочие крысы акурдинские члены полу Тухаева слова не молвят. Слово не молвят. А вот возмущены они состоянием техники безопасности. И несмотря что даже дело не возбудилось, не выяснили причин, они уже этого циничного индуса хотят прихлопнуть. Вот кто такие журналисты нашей страны. Что за крысы обитает в СМИ средствах массовой информации так называемых. Друзья, выводы. Благодарю за внимание.